Всем привет! С вами Виктория Нью и в этом видео у нас посылка с российского интернет-магазина Play.ru. В данном видео речь пойдет о профессиональной ультразвуковой мойке Омега 5831. Но для начала давайте расскажу вам немного о самой платформе Play.ru. Довольно удобная навигация. Интересующий вас товар можно найти по наименованию, по производителю, либо по категории. А категорий на сайте очень много. Все для дома и дачи, садовая и строительная техника, автотовары, электроприборы, подарки к празднику, красота и здоровье, мамам и детям, туризм, спорт, отдых. Все для рыбалки, компьютеры, телефоны, планшеты, фототовары, зоотовары. В общем, перечислять можно еще долго. Проще зайти на сайт и найти интересующую вас категорию товаров. От себя лично хочу отметить вежливость и, что немаловажно, компетентность операторов, отвечающих на звонки. Сама лично звонила, проверяла, задавала глупые вопросы, на которые мне вежливо и терпеливо отвечали. Также на сайте вы можете ознакомиться с условиями доставки. Мне в Московскую область на следующий же день посылку привез курьер. Сама ультразвуковая мойка была отлично упакована, но пенопластовые держатели обеспечили безопасную транспортировку. Иллюстрированная инструкция на английском языке. В эксплуатации данная ультразвуковая мойка – это не какой-то очень сложный электроприбор. Тем не менее, в инструкции довольно много полезной информации. Ну и вот так выглядит профессиональная ультразвуковая мойка Омега 5831. По правую и левую сторону расположены металлические, очень надежные ручки, которые позволяют перенести ультразвуковую мойку на нужную вам локацию. Немаловажно то, что данная модель оснащена сливным клапаном. Это очень удобно при замене раствора. Не перемещая саму ультразвуковую мойку, в любой момент вы можете слить содержимое бака либо в раковину, либо в подходящую по объему емкость. На правой части корпуса видны вентиляционные отверстия. На левой части корпуса эти отверстия побольше, так как именно тут и находятся охлаждающие вентиляторы. Производитель предупреждает, что для правильной работы устройства данные отверстия не стоит ничем перекрывать. А если вдруг по каким-либо причинам устройство перегреется, то сработает термодатчик, и устройство отключится примерно на 6 минут, после чего снова включится. На задней части панели мы видим с вами кнопку включения и выключения, а также разъем для сетевого кабеля. Также на задней панели установлены держатели для крышки. Изначально не совсем поняла, для чего это, но в процессе работы оценила. Очень удобно. Кстати, корпус данной ультразвуковой мойки выполнен из качественного инженерного пластика, который по заявлению производителя устойчив к падению. Тестировать я на падение не стала, но думаю, если такая бандура упадет, то явно там что-нибудь перестанет работать. В комплектацию входит шланг для сливного отверстия длиной примерно метр. Также в комплектацию входит сетевой провод с евровилкой, длина примерно полтора метра. Также в комплектацию входит съемная пластиковая корзина с металлическими ручками. В данную корзину, если говорить про инструменты для маникюра, комфортно разместятся 3-4 комплекта. Ну а вот и сама нержавеющая чаша. Толщина металла 4,5 мм. В нижнем левом углу видно сливное отверстие. Также стоит отметить, что во время работы ультразвуковой мойки крышку можно приоткрыть, если вы не хотите, чтобы затемненное пластиковое смотровое окошко сильно запотевало. В общем, в процессе ультразвуковой очистки либо закрываем крышку полностью, либо оставляем приоткрытой. Чуть позже вы и сами увидите эти бурлящие процессы, из-за которых, собственно, и не стоит работать с открытой крышкой. В самом нержавеющем баке есть отметки минимального и максимального уровня воды с учетом погруженных инструкций. То есть, в бак можно залить и литр воды, если масса ваших инструментов поднимет уровень воды до отметки минимум. Без каких-либо инструментов для отметки минимум нам необходимо залить 1,5 литра жидкости. До отметки максимум в бак можно залить 2,5 литра. Подсоединяем устройство к розетке, на задней панели включаем устройство и давайте для начала рассмотрим сенсорную панель. Каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом. По умолчанию предварительные настройки уже видны на мониторе. Это 10 минут при температуре 50 градусов. Также на мониторе видна термошкала, зеленая, оранжевая и красная. Цвет шкалы указывает, насколько температура воды близка к заданной. Кнопкой T мы выбираем температурный режим. А тут их 3. 50, 55 и 60 градусов по Цельсию. Следующая кнопка Time. И тут мы выбираем временной режим. 5, 10, 15, 20, 25 и 30 минут. Всего 5 режимов. Следующая кнопка Heater. Эта кнопка включает и выключает керамический ТЭН. Если вам нужно предварительно подогреть воду, двойное нажатие на эту кнопку включит ТЭН. После того, как температура воды приблизится к заданной, ТЭН автоматически выключится. Ну и последняя кнопка On-Off запускает и останавливает процесс ультразвуковой очистки. Во избежание не запланировано нажатия на кнопку On-Off и на кнопку подогрева. Производители сделали так, что данные кнопки активируются только после двух нажатий в течение 6 секунд. Ну и вот те самые бурлящие процессы под звуки работающей ультразвуковой мойки. Звук, конечно, не из приятных. Причем при закрытой крышке звук более приглушенный. Ну и в любой момент можно остановить процесс, дважды нажав на кнопку On-Off. Во время работы любой ультразвуковой мойки рядом с ней нельзя находиться людям, у которых установлен кардиостимулятор. Это может привести к ухудшению их здоровья. Ну а теперь давайте протестируем эту зверь-машину. Все-таки 170 ватт, мощность она такая ощутимая. Инструменты для маникюра, кисточки для макияжа, ювелирные изделия я уже очищала в других ультразвуковых мойках на своем канале. В этой ультразвуковой мойке мы будем чистить монеты. На полтора литра воды я беру 80 грамм лимонной кислоты и 100 грамм уксуса 70%. По заявлению производителя, данный нержавеющий бак выдерживает любые агрессивные жидкости. Ну а пока вы наблюдаете за процессом, расскажу вам еще несколько важных моментов. Устройство ни в коем случае нельзя включать без надлежащего наполнения бака жидкостью до отметки минимум. В устройство встроен керамический тен. Главное преимущество его – это долговечность. Но в бак нельзя заливать очень холодную воду. Из-за большой разницы температур керамика может треснуть. В устройство встроены многофункциональные предохранители. Поэтому, если вдруг по какой-либо причине ваше устройство внезапно выключится, не стоит сразу переживать. Подождите 10 минут и, скорее всего, устройство перезагрузится. Но, как мы с вами знаем, предохранители не вечны, поэтому злоупотреблять перенагрузка устройства не стоит. Через 10 минут, когда я открыла крышку, я сразу увидела, что многие монеты стали намного чище. А вот на некоторых был еще виден ржавый налет. Хотя, вот при помощи кисточки этот ржавый налет очень даже быстренько удалился. Теперь мне только остается хорошо промыть монеты при помощи пищевой соды либо хозяйственного мыла для того, чтобы нейтрализовать кислотную реакцию. И все у нас чистые монеты. Обязательно одевайте перчатки во время работы с агрессивными жидкостями. Ну что ж, результат вы сейчас сами видите на своих экранах. Мне остается только добавить, что для очистки в ультразвуковой мойке не подходят изделия из жемчуга, изумруда, слоновой кости, коралла, агата. Также не подходят изделия из панциря морских черепах. Перечисленные материалы пористые, они не являются твердыми. Поэтому на них могут образоваться микротрещины, которые в свою очередь в дальнейшем могут привести к полному расколу. Ну а если у вас есть прожавевшие маникюрные инструменты, не торопитесь их списывать. Таким образом их можно очистить, затем отдать на профессиональную заточку и еще какое-то время они вам обязательно послужат. Ну и по традиции, конечно же, тест фольгой. Я беру самую, что ни на есть обычную фольгу, которую использую на кухне для запекания. И вы только посмотрите, что творится с фольгой уже на первых секундах. Как вы думаете, что с ней будет через 10 минут? Также ультразвуковая очистка может очистить зазоры внутри сварочных швов гальванического покрытия или склеенных деталей. Тем самым вызвать расслоение. Если на стенке есть трещины, то ультразвуковая очистка может их увеличить. Ну что ж, открываю крышку. Вы помните, там была фольга. Та-дам! И вот что от нее осталось. Результат, конечно, впечатляющий. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч! До встречи! Продолжение следует...